Добрый день! Вам предлагается очередная передача программы «Точка зрения». С вами автор и ведущий Евгений Шибаршин. Мы рассказываем о некоторых наиболее интересных, на наш взгляд, событиях, которые произошли в последнее время не только в Кустанайской области, но и в республике. Программа называется «Точка зрения», поэтому мы не столько напоминаем об уже известных фактах, сколько пытаемся разобраться в их сути. Какие темы обсудим в сегодняшнем выпуске? Мажорист парламента рассматривает законопроект с новыми мерами противодействия коррупции. Они прописаны в Международной конвенции, однако в Казахстане их предлагают принять в половинчатом исполнении. Комментарий доктора юридических наук Сергея Жалыбина. По данным Организации Объединенных Наций, в мире индекс продовольственных цен в сентябре в годовом выражении вырос до 33%. Как эта общемировая тенденция сказывается на уровне инфляции в Казахстане? Есть ли возможность уменьшить негативные последствия торговых связей с другими странами? Морский шоу. История о том, как водительские удостоверения можно получить, не сдавая теоретические экзамены по знанию правил дорожного движения. В начале этой недели антикоррупционная служба сообщила о том, что в результате масштабной спецоперации пресекла деятельность преступных групп из числа лиц подведомственных подразделений и организаций Министерства сельского хозяйства, и акиматов городов Нур-Султана, Шимкента и еще семи областей Казахстана. Нужно отметить, что Кустанайской области в этом перечне нет. Представитель агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции информировала журналистов о том, что выявлено более 30 человек, которые подозреваются в хищении бюджетных средств, выделенных на субсидирование, а также в организации коррупционных схем системного получения взяток и незаконных вознаграждений от предпринимателей. На этом фоне особый интерес вызывают изменения и поправки в законодательные акты по вопросам противодействия коррупции, которые сейчас рассматриваются в Мажелесе. О том, насколько они будут эффективны, мы предложили высказать свою точку зрения члену Совета Сенаторов Парламента Республики Казахстан, доктору юридических наук Сергею Жалыбину. Сергей Михайлович, добрый день. Добрый день. Вот в предыдущих интервью мы не раз на тему о мерах по противодействию коррупции. Вы неоднократно говорили, предлагали такую меру, которая существует давно в международной практике, как контроль за соответствием, подтверждением источниками доходов тех расходов по приобретению имущества, которые несут государственные служащие. И вот 7 июля Мажелесе начали рассматривать поправки в законодательство антикоррупционное. И там вроде бы такая, ну не вроде бы, такая норма появилась. Но вот у нас же как всегда бывает такая редакция с казахстанской спецификой, да, что как-то за этой спецификой теряется и основное зерно, и главная эффективность любой нормы. Вот как вы оцениваете ту редакцию этой нормы, которая записана вот в этом проекте? Там целый ряд позиций. Это и усиление ответственности по некоторым там статьям за коррупционное правонарушение. Это и, значит, вопрос, касающийся защиты лиц, которые осуществляют противодействие коррупции и информируют соответствующие органы о совершении коррупционных правонарушений. И вот тот момент, который вы отметили в самом начале нашей беседы, это вопрос, касающийся вот ответственности за несоответствие расходам получаемых доходов. О чем вообще идет речь? Да, вы правильно говорили. Очень много, много лет я говорил о том, что надо нам все-таки ставить вопрос в рамках соблюдения Конвенции ООН о противодействии коррупции. О чем говорит эта конвенция? Мы подписали эту конвенцию, я имею в виду Казахстан, в 2008 году. Значит, с момента подписания мы, в принципе, взяли на себя обязательство соблюдать те требования, которые заложены вот в этом международном правовом акте. А что там говорится? Там говорится о том, что если за определенный период времени государственный служащий приобрел имущество на сумму, превышающую его доходы, официальные доходы, и он не может доказать вот эту разность, то есть не получил наследство или там не выиграл в лотерею миллион и так далее, то есть должен быть официальный источник. Если он этого доказать не может, то просто-напросто вот эта вот разница между доходами и расходами, между неполученными доходами, но затратными доходами и его официальными доходами, она изымается в бюджет. Я подчеркиваю, это очень важный момент. Она изымается в бюджет. Это не конфискация. Конфискация – это по приговору суда, как мы знаем, производится. Это изъятие в бюджет. Кстати говоря, в советское время существовала такая норма. Она существовала при Хрущеве. Она не отменена, была в Советском Союзе вообще. Но она просто сошла, но нет. Просто вспомним вот фильм, знаете, «Берегись автомобиля», когда Папанов и Миронов там на даче что-то строят дом, что ли, и Миронов приходит, ну не Миронов, но его, герой его, приходит и говорит, его жена говорит, у этого отнимают дачу. Он говорит, кто отнимает? Она говорит, ты что, дурак, что ли? То есть, а Папанов уже начинает говорить, и правильно делают. Скажи мне, откуда, говорит, деньги у заведующего базы на постройку такой дачи. Вот это как раз тогда действовал этот закон. Потом он сошел на нет. Его не отменяли, но он не стал просто применяться. И потом о нем забыли. Так вот, эта конвенция как раз возрождает эту практику. Не по нашему, естественно, фильму, не по нашему закону, а просто как основу для, в общем-то, борьбы с коррупцией. Я прошу прощения, Сергей Михайлович. А вот эта конвенция там предусматривает, ну кроме изъятия этих денег в бюджет, а еще и какое-то, так сказать, привлечение к ответственности, там административной или уголовной? Хороший вопрос. Я имею в виду, пока конвенция. Я не говорю о законопроекте нашем казахстанском. Ну вот, мы перейдем потом к законопроекту. После, значит, если доход этот неоправданно получен и занимается в бюджет, с этого момента чиновник теряет право работать на государственной службе. И это пожизненно. То есть он не оправдал оказанному его доверие, с тех пор он становится для чиновничьего мира изгоем. Так вот, вы очень верно заметили, что у нас как раз заложили вот эту норму. То есть, если человек получает неоправданные доходы, его расходы превышают эти доходы, и он, если попадется, а, кстати говоря, в соответствии с конвенцией, он должен доказывать. Не ему должны доказывать. То есть здесь как раз презумпция виновности. Бремя доказывания возлагается на этого человека, который получил неоправданные доходы. Расходы подтверждать не надо. Почему? Потому что те, кто занимается проверкой его уже теперь доходов, они расходы официально быстро установят. Они легко доказуемы, они лежат на поверхности. Расходы. А вот доходы, тот уже человек, тот чиновник, который вот эти расходы, значит, затратил на себя, но еще эти расходы превышают официальный его доход, вот эту разницу между будущей, значит, неоправданной суммой расходов он должен доказать. Подтвердить законность. Подтвердить законность получения этих денег, как я уже сказал, наследство, лотерея и прочее. Если он этого не доказал, все имущество, разница изымается в имущество. То, что он законно получил, затратил, это остается ему. То, что он не смог доказать, что он получил законно, изымается. Но у нас, понимаете, опять же пошли не по этому пути. У нас, сказав А, они говорят Б. О чем я хочу сказать? Дело в том, что у нас ничего изыматься не будет. То есть, если он, значит, получил вот эти неподтвержденные доходы, чиновник, и не смог доказать законность этих доходов, он будет уволен, как и в соответствии с конвенцией. Он будет уволен со службы и больше не сможет быть принят на службу. Но то, что он получил в результате этого, построил, я не знаю, там, в Майами дом, или, условно говоря, в Эмиратах, это не важно, или имеет доход, положил там в банке швейцарском, это у него не изымается. Это остается ему. Вот в чем разница-то. То есть, опять же, половинчатое решение. Сергей Михайлович, вот там записано, вот в этом проекте этого закона, о том, что вот это превышение неподтвержденных источников доходов должно превышать более тысячи МРП. Это с какой целью сделано? То есть, на 3 миллиона, ну, почти на 3 миллиона можно из расхода, тебе ничего за это не будет, я так скажу. Ну, ничего не будет, совершенно правильно. То есть, это считается, как бы, коэффициент, что ли, погрешности. Допускается. Может быть, человек где-то ошибся, может, человек не все учел, может быть, не смог вовремя зафиксировать какой-то определенный доход. Вот эта погрешность допускается этим законом. Ну, а сколько она оправдана, наверное, покажет практика. Я не готов сейчас судить правомерности этой нормы. Она называется системной, она называется новым инструментом, эта норма. Как она себя покажет? Не знаю. Например, я очень критически относился и отношусь вот к этому кратному наказанию в штрафах. И, к сожалению, не нашел в этом проекте закона отмены этой кратности. Хотя тоже самое постоянно говорю, что это неоправданная норма. Ну, что значит, человек взял взятку, сколько там, ну, тысячу долларов, пусть 10 тысяч долларов, десятикратный размер 100 тысяч, на него наложили штраф, он 100 тысяч уплатил и свободен. А это, между прочим, примерно тот же размер взятки, которую дают, ну, при случае, как говорят, дать на лапу, да? Примерно такой же. Только тут человек еще должен найти этого недобросовестного следователя или, там, судью. Он должен рисковать, давая эту взятку. Он может подставить того, которому он пытается дать взятку. А я все-таки считаю, это у нас больше добросовестных людей. А вот этот взяткодатель, который, он теперь будет знать, что зачем мне рисковать, идти на риск, быть еще, может, взяткодателем попасться, когда можно официально совершенно заплатить кратный штраф и быть свободным. И он теперь, кстати говоря, я закончу свою мысль, будет копить на этот штраф и продолжать свою деятельность. — Семен Николаевич, вот вопрос механизмов применения вот этой нормы, о которой мы сейчас с вами говорим. А каким образом будут, кто будет определять, значит, объем расходов, которые понес госслужащий? В декларации он информирует, какие был доходы, какие расходы, да? Он, наверное, вот эти расходы теперь знает, что превышение на такую-то сумму для него чревато последствиями негативными. Он ведь это не будет показывать. Кто будет выявлять вот эти расходы, которые госслужащему нужно будет каким-то образом доказывать, что они получены законным путем? — Ну, вы сами уже сказали. — Если он их не отразит в декларации. — Если не отразит, значит, расходы у нас, доходы декларируются, да, и так далее. Все это как бы официально становится достоянием, ну, компетентных органов, скажем так. Ну, вот здесь как раз и заложит, наверное, вторая норма, которая говорит о защите лиц, сообщивших о, значит, коррупционных правонарушениях. — Она тоже в этом проекте закона? — В этом же проекте, да, закона предусматривается ряд мер, которые должны, значит, вот способствовать выявлению этих правонарушений. Это не обязательно какое-то частное лицо, которое напишет там такое-то, такое-то, живет непосредственно и так далее. Хотя это тоже допускается. И более того, если этот человек, информирующий соответствующие компетентные органы, значит, нетрудовых доходов, подвергается преследованию потом каким-то, он получает право на государственную защиту, этот человек. Но это касается не только, как я уже сказал, частного лица. Если, предположим, юридическое лицо, какая-то фирма, коллектив ее видит, что, значит, руководитель или кто-то там другой причастный, пусть аффилированный какой-то там орган, значит, злоупотребляет своим положением и получает нетрудовые доходы, он должен, и он информирует вот компетентные органы, ту же налоговую службу, финансовую полицию, но она по-другому называется, соответствующие органы, фискальные, так сказать, то они должны уже, получив этот материал, систематизировать его, выявить, действительно ли это основание для того, чтобы подозревать этого человека в совершении коррупционного повышения. Если они приходят к выводу о том, что, значит, этот человек действительно получил определенную сумму незаконно от кого-то или от какой-то деятельности незаконной, то в отношении него будет возбуждено дело соответствующее. Или не будет возбуждено дело, а будет возбуждено административное производство, и он будет уволен. Но те, кто сообщил, они подлежат, значит, государственной защите. Причем я должен отметить, что предусматриваются очень серьезные меры. Я вот просмотрел внимательнейшим образом. Это вплоть до изменения внешности, новые документы. Это и было, это и было в законе у нас о государственной защите. Но теперь вносится ряд изменений в закон о противодействии коррупции, о государственной службе, в трудовой даже кодекс, нормы о том, что человек, значит, сообщивший это о злопотреблениях, он, значит, подлежит государственной защите. Это может быть перевод в другую местность, это может быть перевод на другое место работы. Это, как я уже сказал, может замена документов, переезд, и вплоть до изменения внешности. То есть здесь мы пошли по пути, в общем-то, развитых в правом отношении государств. Вот, Семенович, тут тонкий момент. Вот вы сейчас говорили там, из каких-то источников информации, компетентные органы узнали, что тот или иной государственный служитель, чиновник получает, значит, незаконные доходы, да, ну, взятку, кто там дал и так далее, подозревает этого человека. Вот тут интересно, сказать, водораздел наступает. Либо на него заводят, проводится расследование, либо все-таки ему дают возможность доказать, так сказать, вот те, то есть он уже понес какие-то расходы. Одно дело, когда ты получил взятку, но еще не приобрел недвижимость, да, допустим, там, имущество не приобрел, да, это одно дело. Тут проводится расследование. А он уже приобрел, значит, недвижимость, и заводится на него, ведется следствие. Так вот, тут как? Или тогда сохраняется вот этот путь, процедура расследования, значит, с соответствующими компетентными органами, или все-таки решается вопрос, ну-ка докажи, что ты, значит, получил законным путем эти доходы, на которые ты купил это имущество. Вот как тут... Евгений Васильевич, предварительно всегда дается ему возможность доказывать свою невиновность, в любом случае. То есть, первоначально, получив вот эти сведения, компрометирующие его, ему, обязательно, подозреваемому, дается возможность доказать свою невиновность. Вот это как раз в рамках той конвенции, о которой мы с вами только что говорили, и в рамках административного производства. Если же в процессе вот этого предварительно рассмотрения дела, административного там дела, дисциплинарного дела, выяснится, что здесь не просто, так сказать, лишние расходы последовали, а сокрыто уголовное дело. Здесь совершенно другие уже вступают в действия механизма. Здесь уже уголовно-процессуальный кодекс в соответствии с нормами ОПК возбуждаются в уголовном деле и уже расследуются тогда в уголовном порядке. Вот тогда уже не он должен доказывать свою невиновность, о чем я и говорю. По конвенции он должен доказывать, что он не виноват. Если возбуждено уголовное дело, то уже ему должны доказать, что все-таки он преступник. Понимаете разницу? Вот это всегда надо знать. Гражданское право, административное право и уголовное право в уголовном праве доказывают вину преступнику. В остальных случаях он должен доказывать свою невиновность. Я правильно вас понял. Если у госслужащего обнаружился факт, что он приобрел имущество и доказать не может источники доходов, на которые он привел имущество, но, с другой стороны, и компетентные органы не смогли доказать, что он получил эти доходы преступным путем, значит, какие-то меры к такому человеку применяются или нет? Ну, не доказано, что он совершил преступление. Естественно, суда не будет, да? Но он и не доказал, что это имущество приобрел, значит, на доходы... Вот возможны же такие коллизии? Возможно. Конечно, возможно. Но, наверное, предугадывать сейчас, как там будут развиваться ситуации, я еще не готов. Давайте теоретически. В соответствии с этим законопроектом, это еще не закон, это только проект закона. В соответствии с этим законом, его должны снять с должности? Если превышает установленное количество МРП, да, как я вижу, его должны освободить от занимаемой должности. Все это исходя из требований конвенции. Второй момент. Если руководитель, который должен снимать его с этой должности, не применяет, скажет, ну, мы там, мало ли что, значит, не снимает, этот руководитель может быть привлечен к ответственности какой-то? Вообще-то этой нормы не предусмотрено там вообще. Но дело-то в том, что здесь мало что, наверное, от руководителя зависит. Если будет представление уполномоченного органа, который вскрыл это правонарушение, и представление на имя руководителя уволить, то он должен его уволить просто-напросто. Ну, а если он откажется выполнить соответствующее предписание, ну, тогда он уже будет сам привлекаться к ответственности административной, либо дисциплинарной, но не за то, что он не уволил этого своего подчиненного, а за то, что он не выполнил предписание уполномоченного органа, потому что все эти нормы расписаны очень четко. Какая ответственность за невыполнение, допустим, представления прокуратуры или там, я не знаю, определения суда. Там уже другие нормы действуют. Ну и вот еще теперь о тех мерах, которые предусматривает этот законопроект по защите людей, которые являются источником информации как раз о нарушениях тех или иных чиновников, да? Насколько я помню, там записана норма в случае, если такие люди предоставляют недостоверную информацию, они тоже могут быть привлечены к ответственности, да, за клевету там или что-то такое. Ну, это норма вообще-то как бы общечеловеческая, если можно так сказать. Если кто-то напишет недостоверную информацию, то есть буквально пытается путем доноса какого-то свести какие-то личные счеты, ну, конечно, за это клевета, и за это он понесет ответственность. Но это уже... Я хочу опять же обговориться, Евгений Васильевич, вы все время расширительно толкуете вот тот вопрос, который мы с вами пытаемся обсудить. А это норма уголовного кодекса. Клевета там, оскорбление, клевета – это уголовный кодекс. То есть, опять же, здесь очень тонко, здесь вопрос доказывания. Если кто-то заблуждался, искренне заблуждался, он предоставил какие-то конкретные факты, ну, потом в процессе расследования выяснилось, что факты имели место, но они, в общем-то, в рамках закона совершены, эти факты. То есть человек добросовестно заблуждался, он будет освобожден, естественно, от ответственности. Если же будет установлено, что он злонамеренно воспользовался этой ситуацией и пытался использовать эти факты, значит, или надуманные факты использовать для того, чтобы досадить этому человеку, испортить ему карьеру, или как уж там, напакосить, извините за такое парламентское выражение, и это будет установлено, то он будет нести ответственность. Всем, Михаил Иванович, спасибо за интересный разговор. Всего доброго, до свидания. Данный законопроект пока находится на стадии обсуждения в Нижней Палате Парламента, поэтому говорить о его содержании в конечном варианте сейчас невозможно. Но тот факт, что еще на стадии проекта не предусмотрена норма по изъятию в бюджет дохода, законность получения которого госслужащий не сможет доказать, говорит о многом. Похоже, что даже в таком важном для общества деле, как противодействие коррупции, у нас тоже придерживается пресловутого принципа – идти мелкими шажками, иначе как бы чего не вышло. В таком случае у антикоррупционной службы еще долгое время будет много работы. Прежде чем мы обсудим другую тему, предлагаем посмотреть местные новости, подготовленные журналистами телерадиокомпании «Алау». 1 ноября открыли движение по Корейскому мосту. Ездить можно только по одной полосе. Открыть движение полностью планируют в декабре. Сейчас мост готов на 95% работы по благоустройству и освещению будут проводить попутно. Ширина нового моста – 15 метров, это 4 полосы движения. Старый корейский мост был построен более 50 лет назад, он был двухполосный и уже не справлялся с потоком легкового и грузового транспорта. Работы на мосту начались в мае 2020 года. Как только движение тут ограничили, под нагрузку попали два других соединительных моста. Теперь проблема частично решится. В строительство нового моста было вложено более 4 миллиардов тенге. Теперь Корейский мост относится к первой технической категории. С 1 по 8 ноября в Казахстане пройдет контрольный обход для уточнения данных переписи населения. По данным Бюро национальной статистики, инструкторы-контролеры совместно с интервьюерами еще раз проведут обход респондентов с охватом 10% жилищ на каждом счетном участке. Контрольный обход позволит убедиться в том, что каждое жилище посещено интервьюером и переписные листы заполнены на всех проживающих респондентов. Также казахстанцы до 8 ноября могут пройти перепись онлайн. Заполнить анкеты можно в мобильном приложении i2 или на специализированном сайте Sanak.gov.kz. Активный рост стоимости продуктов питания в Казахстане начался с осени прошлого года. В цене подскочило яйцо. Стоимость десятка год назад выросла до 500 тенге. С начала этого года, по данным Национального бюро статистики, морковь подорожала на 45%, картофель почти на 40%, подсолнечное масло на 17%. В правительстве регулируют ситуацию с помощью установки предельных цен, выше которых продавать те или иные продукты в магазинах, по идее, не должны. Так, в Кустанайской области с начала года предельную цену установили на яйцо куриное, которое продавалось по 350 тенге. Действия постановления истекло в середине лета. По статистическим данным, мясо курицы подорожало за последнее время на 17%, поэтому за килограмм бедра и берцовой кости с мякотью планируется установить предельную цену 890 тенге за килограмм. Но это пока лишь в планах. Документ должен вступить в законную силу, а случится это, как отмечает в Управлении сельского хозяйства, не раньше декабря текущего года. На следующей неделе в Казахстан ожидается поставка вакцины Pfizer. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения Марат Шуранов. По его словам, поставка вакцин Pfizer планируется с 8 по 14 ноября. Объемы, согласно тем договорным обязательствам, которые были озвучены ранее, это порядка 4 миллионов вакцин на 2 миллиона человек. Кроме того, Марат Шуранов сообщил, что в пяти регионах Казахстана выросла заболеваемость COVID-19 среди школьников. Кустанайской области в этом списке нет. Тем не менее, по информации Кустанайского департамента санэпидконтроля, выявлять COVID у детей стали чаще. Накануне на брифинге руководитель ведомства Ермуханбет Даулитбаев сообщил, что если в начале года удельный вес заболевших детей составлял от 9 до 15%, то в октябре эта цифра выросла до 24,5%. Напомним, что уже с прошлой недели в школах нашего региона начали проводить опрос родителей на предмет их согласия или отказа на вакцинацию детей в возрасте от 12 до 18 лет препаратом Pfizer. В Управлении образования отметили, что прививать школьников будут только с письменного согласия родителей. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Российской Федерации на пограничных постах в Кустанайской области усилили работу. И не зря. За месяц с границы на карантин отправили 455 человек. У них при въезде отсутствовали ПЦР-справки. А у одного казахстанца был выявлен коронавирус. Именно об этом и говорили на очередном заседании оперативного штаба с участием Акима области. Согласно официальным данным, загруженность инфекционных коек в Кустанайской области сейчас составляет 33,2%, а на лечении находится 551 человек. Вакцинацию первым компонентом в Кустанайской области прошли 330 718 человек. Что касается второго компонента, то его получили 306 986 человек. Аким области акцентирован внимание на заболеваемости коронавирусной инфекцией лиц старше 60 лет. Процент заболевших среди них из общего количества составляет 27%. При этом отмечается низкий охват вакцинации пожилых людей. Из общего количества 157 тысяч человек привито в области всего 48 тысяч. Проблема роста инфляции и цен на продовольственные товары в текущем году оказалась настолько острой, что премьер-министр Аскар Мамин теперь вынужден еженедельно проводить совещания, на которых руководители ведомств и Акима областей отчитываются о принятых мерах. 3 ноября министр национальной экономики Иргалиев заявил журналистам, что инфляция за 10 месяцев осталась на уровне 9 месяцев, 8,9%. По его оценке это говорит о том, что ситуация стабилизируется. Но от прогноза воздержался. И на то есть у него веские причины. Казахстан – открытая маленькая экономика. И вопросы, связанные с глобальными трендами, в обход нас не проходят. Я не говорю, что Казахстан один в этих процессах. Мы видим это во всех странах. Это связано с тем, что происходит опережающее восстановление спроса во всем мире. Правительство принимает комплекс мер по нивелированию инфляционных процессов в экономике. Есть глобальные вещи, связанные с ростом цен. Мы знаем, что продовольственная инфляция в мире составила порядка 32%. Есть моменты, связанные с системными вещами нашей национальной экономики, вопросы, связанные с импортированной инфляцией. По негативному влиянию внешних факторов на уровень инфляции в Казахстане официальные лица уже не раз говорили. Но граждан эти ссылки не устраивают. Удражание жизни продолжается. По данным Бюро статистики, в целом расходы казахстанцев в текущем году в сравнении с 2020 выросли на 19%. Хотя среднемесячная реальная заработная плата на одного работника в третьем квартале в сравнении с технологичным периодом прошлого года в регионах увеличилась от 5 до 14%. Для справки, в Кустанайской области на 11%. И только в Нур-Султане на 22% и в Алматы на 24%. По-прежнему наибольший вклад в повышение цен вносят продовольственные товары. По официальным данным, их общее удорожание за 10 месяцев составило около 11%. А к декабрю 2015 года прирост составил 62,1%. В чем причина? Руководство Казахстана ссылается на общую мировую тенденцию. По данным Организации Объединенных Наций, индекс продовольственных цен в сентябре 2021 года в годовом выражении вырос почти на 33%. То есть инфляция в Казахстан во многом импортируется из других стран. Особенно она ощутима от тех, с кем у Казахстана наибольшие торговые связи. Среди них Российская Федерация. За 8 месяцев 2021 года 23,5% внешнего товарооборота Казахстана приходится на Россию. Воз товаров из этой страны составляет более 35% от общего импорта. Чем не повод разобраться с ползанием инфляции именно от северного соседа? Эту тему изучила старший аналитик Центра исследования прикладной экономики Евгения Пак. Она проанализировала, как на инфляционные процессы в Казахстане влияет кредитно-денежная политика России. Следует отметить, что наличие воздействия монетарной политики именно России на экономики остальных стран ЕАЭС, в частности Казахстана, обосновывается тем, что в рамках данного интеграционного объединения российская экономика по масштабам в примерно 9 раз больше экономики Казахстана и в 20 раз больше экономик всех остальных трех стран. Далее аналитик делает вывод. Смягчение монетарной политики в России с определенным временным лагом приводит к росту российской инфляции. Отчасти это то, что мы сейчас и наблюдаем. При этом последняя, в силу высокой доли импорта российских товаров в страны ЕАЭС, а именно в Казахстан, оказывает давление на казахстанскую инфляцию. По оценке аналитика, доля влияния российского монетарного шока занимает только 2,5% от общих факторов, объясняющих инфляцию в Казахстане. Для сравнения, в Армении этот показатель 2,2%, в Кыргызстане 2,1%. Цифры не столь велики, чтобы импорт инфляции из России по причине ее монетарной политики считать заслуживающим внимания. Другое дело, что ее ужесточение или смягчение прямо влияет на соотношение курса рубля и тенге. А за этим стоит динамика и направление движения товаров и капитала между Россией и Казахстаном, то есть общее развитие экономических отношений. Раз так, то напрашивается вывод о необходимости денежно-кредитную политику в рамках Евразийского экономического союза согласовывать. Легче это делать при наличии общей валюты. Однако в ближайшем будущем такая перспектива не просматривается. Выход из этой ситуации напрашивается один. Торговые связи с Россией и другими партнерами по Евразийскому экономическому союзу нужно развивать, не отгораживаясь друг от друга какими-то своими специфическими правилами ведения дела. 30 лет суверенного развития показали, что наши экономики исторически уже настолько нуждаются друг в друге, что невольно задаешься вопросом. А нужно ли столько ресурсов тратить на реализацию политики импортозамещения, когда проблемы своей экономической безопасности можно куда эффективнее решить через разумное межгосударственное разделение труда в рамках Евразийского экономического союза. Уважаемые водители, если вы стали свидетелями фактов, когда ваши коллеги не соблюдают правила дорожного движения, знайте, это не обязательно проявление их недисциплинированности. Вполне возможно, что рядом с вами оказался водитель, который при получении удостоверения на право вождения транспортным средством экзамены на знания правил не сдавал. Так тоже бывает. Агентство Информбюро со ссылкой на пресс-службу антикоррупционного ведомства сообщило, что в Кустанайской и Акмолинской областях выявлены факты, когда водительские удостоверения выдавались гражданам, за которые экзамены сдавали подставные лица. В Акмолинской области использовали удаленный доступ к экзаменационным компьютеру, а в Кустанайской области подставные лица маскировались под медицинскими масками и головными уборами. В ходе расследования проверяются факты незаконной выдачи более тысячи водительских удостоверений. Так что вполне возможно, что именно такие обладатели водительских прав и пополняют статистику дорожных происшествий. Вы смотрели программу «Точка зрения». Всего вам доброго, до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова